Это первый полноценный комплект умного дома от компании Яндекс. Почему полноценный? Да потому что у Яндекса теперь действительно много устройств из сегмента умного дома. Только через меня прошли и их умные лампочки, и телеприставка модуль с Яндекс ТВ, и почти все умные колонки, которые являются чуть ли не ключевым компонентом любого умного дома. И только сейчас компания решается выпустить целый набор умных датчиков и даже хаб. Я как человек, который построил умный дом для квартиры, это важное уточнение, потому что для дома там совершенно другой порядок цифр, и накупил гаджетов по цене свыше 6000 долларов, не понаслышке зная, что такое умный дом и как он должен работать. Так что давайте на практике разберем, что с умным домом от компании Яндекс. Основой умного дома Яндекс по-прежнему остается одноименное приложение. Как я говорил ранее в своих видео по данной тематике, а у нас есть отдельный плейлист, компания наконец-то взялась за голову и здорово переработала программу. Теперь она больше не является частью агрегатора Яндекс, в котором чего только нет. Да один только веб-интерфейс внутри программы раздражал просто дико. Сейчас есть нормальное отдельное приложение. Слабыми местами остается некастомизируемая главная страница. Тут можно взять пример с программы Acara Home, где также после редизайна теперь доступны настраиваемые пользовательские панели. Очень удобно, когда много девайсов, зайти например на панели с датчиками температуры и термоголовками и подкорректировать микроклимат в конкретной комнате. У Яндекс.Дом есть свои разделы, а-ля свет, розетки, выключатели и так далее. Но они не поддаются настройке. Еще из минусов малое количество действий в сценариях и поддержка небольшого количества устройств. По поводу устройств Яндекс начала работать с умным домом задолго до того, как у нее появились девайсы из этого сегмента. Если вы нажмете добавить умного устройства, вы увидите, что Яндекс сколлаборировалась просто с гигантским количеством компаний, устройства которых можно пробрасывать в приложение умный дом. Работает это просто. Каждая компания-производитель не пользуется публичными протоколами или стандартами, а просто берет обычный Bluetooth или Wi-Fi, производит девайс и дает возможность управлять им только через фирменное приложение. И в итоге у вас есть папка умный дом, в котором вы держите склад из программ, каждая из которых управляет своим набором устройств. Костыли дичайшие, причем за огромное количество денег. И Яндекс начала коллаборироваться с такими брендами для того, чтобы пробрасывать их умное устройство в свое единое приложение умный дом, чтобы как минимум управлять этими девайсами при помощи Яндекс станции. А у меня, например, есть пылесос и чайник АЭНа, умный дом Акар, потолочные светильники E-Lite и так далее. И как вы понимаете, ни одна компания-производитель не может покрыть весь спектр умных устройств на рынке. Например, вы понимаете, что хотите базироваться на бренде Акара для того, чтобы построить свой умный дом, но у них нет потолочных светильников, по крайней мере те, которые работали бы в российском регионе. Может быть в Китае там какие-то есть, но их количество скудно и нельзя выбрать что-то красивое. Нужно обращаться к бренду E-Lite. А этот бренд специализируется в основном только на освещении, то есть чего-то другого у них найти сложно. И вот это огромная проблема, что не то чтобы нет конкурирующих устройств между брендами, в принципе каких-то устройств нет у каких-то брендов. И тут компания Яндекс объединяет различные бренды в своем приложении, как минимум для того, чтобы можно было этими устройствами управлять голосом, а как максимум создавать сценарии между различными устройствами различных брендов. И вот это уже круто. Да, эти сценарии они очень простые, но по крайней мере они работают. И позволяет сделать вот такую связку. Без прибегания к хабам, которые специализируются на том, что программируются под различные бренды. Но эта история не для простого пользователя, скажем так. Проблем тоже хватает. Например, открыв тот же пылесос, вы поймете, что кроме его включения и отправления на базу больше ничего нет. А в родном приложении бренда-производителя есть куда больший спектр функций с картой, режимами уборки и техобслуживанием девайса. То есть для меня умный дом от компании Яндекс это в первую очередь история, которая позволяет управлять голосом различными девайсами от различных брендов. Ну а также запускать сценарии. Понятно, что у нас есть смартфоны и часы, но вообще умный дом сам по себе должен быть полностью автоматизирован. И лишь некоторые специфические сценарии вы должны запускать. Как то, с приложения или с часов это делать неудобно. Голосом, согласитесь, куда удобнее. Тут важно отметить, что альтернатив-то почти нет. Голосовые ассистенты а-ля Amazon Alexa или Google Home с физическими хабами для наших регионов не рабочий вариант. И русского языка там нет. А серии с божественным Apple HomeKit у нас работает. И даже русский язык есть. Но она просто глупенькая. И если в рамках еще одной комнаты более-менее, то на несколько это прям проблема. Помимо голоса, разумеется, используются и сценарии, которые можно активировать через умный дом Яндекса. Но здесь тоже есть нюансы, связанные с тем, что сторонние производители не отдают большое количество функций именно в умный дом Яндекса. То есть, да, можно робот-кулесос запустить или отправить его на базу. Но чего-то большего вы уже не добьетесь. То есть, нужно заходить в фирменное приложение того или иного бренда. И это опять же костыли. Так вот, раньше я просто привязывал хаб умного дома Акара к приложению умный дом Яндекс. И все устройства пробрасывались. То же самое касается, например, и хабов Xiaomi. То есть, софт Яндекса для управления использовал хаб Акара. Сейчас же компания не хочет зависеть от хабов сторонних брендов и выпускает собственное решение. Первым стала колонка Станция 2 со встроенным Zigbee хабом. Обзоры есть на канале. А теперь Яндекс и обновила свою колонку Яндекс Станцию Макс. Теперь она с Zigbee интерфейсом будет выпускаться не только в черном или белом цветах, но и в темно-красном, темно-винном и темно-синем, но позже. Единственное нововведение внутри. Встроенный хаб с возможностью создания стереопары. У меня есть точно такая же колонка, причем с момента релиза первого поколения. Офигенный девайс с самым лучшим звуком из всей линейки Яндекс Станции. Второе поколение теперь будет стоить 30 тысяч российских рублей. Это около 370 долларов, в то время как первое поколение сейчас можно нанести на скидках за 25 тысяч российских рублей. Это чуть больше 300 долларов. То есть, если вам нужен хаб умного дома, не обязательно покупать отдельный девайс, а можно просто взять колонку с уже встроенным хабом. Если вам это не надо, то берите прошлое, более дешевое поколение. А теперь переходим к новой линейке устройств Яндекса. И начнем с хаба. Хаб нацелен на тех пользователей, у которых в принципе нет колонки, хотя без нее я не вижу вообще смысла строить умный дом. Или есть колонки, но это лайт, мини, станция первого поколения, либо станция макс первого поколения. Хаб выполняет три основные функции. Привязать умное устройство Яндекса, работающую по Zigbee протоколу, и выполнять функцию пульта, так как тут есть инфракрасный сенсор, через который можно программировать команды для управления телевизорами, кондиционерами, проекторами и всем тем, что имеет ИК-приемник. При этом устройство будет отображаться как новое. Затем вы уже можете активировать те или иные действия. Кнопками, голосом через колонку или при помощи сценариев. И главное нововведение в умном доме Яндекса. Хаб, что в отдельном устройстве хаб, что в умных колонках, теперь сохраняет все сценарии и автоматизации, и они будут работать локально. То есть при отключении интернета, либо обвале серверов, вы сможете включить лампочку. Вот недавний пример. Два, по-моему, месяца назад сервера Яндекса прилегли на 2-3 часа отдохнуть, и Яндекс.Станция не то чтобы ничего не воспроизводила музыку через интернет, либо не запускала робот-пылесос, это нормально, потому что эти функции требуют интернета. Но и локальные сценарии, по крайней мере через колонку, не работали. У меня хаб от Акара, и он выполняет локальные сценарии. Но вот голосом уже управлять нельзя было. И это ужасно. Из интерфейсов на тыльной части есть USB-C для питания, в комплекте идет USB-A адаптер на 7,5 Ватт, Ethernet-интерфейс для проводного подключения к маршрутизатору, инфракрасный порт. Помимо хаба, здесь есть еще и беспроводное подключение по Wi-Fi, двухчастотное, 2.4 и 5 ГГц. Стоит устройство 5000 российских рублей, а это около 60 долларов. И необходимо оно лишь для начинающих строителей умных домов, которые хотят выполнять какие-то, ну, очень простенькие сценарии. А еще Яндекс выкатил целых 5 датчиков умного дома. Датчик температуры и влажности. Помимо этих показателей отображает давление в миллиметрах ртутного столба. Можно посмотреть историю всех показателей за час, день, неделю, месяц. Есть кнопка отображения минимальных и максимальных значений. Беспроводная кнопка. Покажет историю нажатий и заряд. Программирование осуществляется в сценариях. В разделе «Если» выбираем в качестве условия кнопку. На выбор доступно одиночное, двойное и долгое нажатие. И добавляем действия. Например, включить свет. Датчик движения и освещения. Он показывает историю срабатывания и завязывается в сценариях обычно на включение света или срабатывание сигнализации. Датчик открытия дверей и окон. Я, например, смотрю, когда не закрыл окно где-то в квартире. И также его обычно завязывают на сигнализацию. И вот, например, есть еще один лайфхак. Если у вас холодильник без пищалки, то есть когда случайно оставил дверцу холодильника открытой, холодильник пищит, если у вас такого нет, то вы можете просто датчик открытия прицепить именно на дверцу холодильника. И в таком случае, если, допустим, в течение одной минуты вы не закрыли крышку холодильника, к вам придет уведомление на смартфон или сработает сигнализация, и вы все это дело закроете. И датчик протечки. Ставится на сигнализацию при срабатывании. В продвинутых умных домах используются аквастопы, которые будут автоматически перекрывать воду в случае протечки, но, к сожалению, реализовать это на базе умного дома Яндекса нельзя, потому что у них нет реле. Или же все-таки есть. Например, от компании Акара. Все представленные пять датчиков Яндекса – это коллаборация с Акара. Это абсолютно идентичное устройство, которое имеет разную упаковку, но одинаковые датчики, в которых упоминаются и бренд Акара, и Яндекс, и одинаковую комплектацию. Скажу больше, датчики от компании Яндекс легко привязываются к хабу Атакара и, соответственно, пробрасываются в приложение «Умный дом» Яндекса. Так что вы можете просто покупать те датчики, которые стоят дешевле. Вне зависимости от того, это датчики Яндекса, либо датчики Акара. Все равно внутри все будет одинаково. Датчики Яндекса стоят 2000 российских рублей, это около 25 долларов. И официальная цена на датчике Акара аналогична. Так что ищите то, что будет дешевле или на скидках. В общем, пользователи Акара, оказывается, были бета-тестерами для компании Яндекс. Задолго до того, как это стало мейнстримом. Подытоживая, могу сказать, что на данный момент стартовый «Умный дом» Яндекса – чисто репутационная история. Когда бренд может и выпускает что-то свое, как, например, хаб или колонки с Zigbee интерфейсом. Ну и чего таить? Что-то переупакованное, то есть датчики. С другой стороны, в этом нет ничего плохого. Ведь компания Акара – это не что-то ужасное, а действительно бренд, который зарекомендовал себе отлично на поприще «Умного дома». Я вот их девайсами пользуюсь уже около трех лет. При этом вы должны понимать, что строя «Умный дом» только на компонентах Яндекса, вы не получите возможность пробрасывать устройства в «Умный дом» Apple. Да и список этих самых устройств пока довольно скутен. Да, можно привязать устройства от компании Акара. Можно привязывать и сторонние девайсы через приложение «Умный дом» Яндекса, если этот бренд присутствует в списке поддерживаемых устройств. Но уже, получается, вы будете привязывать девайсы с ограниченной функциональностью. По крайней мере, если вы будете осуществлять управление через колонку, либо через приложение «Умный дом» Яндекса. Также не забывайте о том, что несмотря на то, что сторонний бренд может быть в списке поддерживаемых устройств для привязки к «Умному дому» Яндекса, не все девайсы этого бренда могут поддерживать эту функцию. Например, у меня пылесос Аэна подключается к «Умному дому» Яндекса, а вот чайник китайцы почему-то забыли тут добавить, и его подключить уже нельзя. И скажу вам на своем личном опыте, как владелец около 100 девайсов Акара только в квартире. К сожалению, сейчас ни один бренд не может предложить весь спектр устройств, который работали бы в одной экосистеме и покрывали все необходимости человека в цифровизации «Умного дома». С одной стороны, вы можете городить огромное количество костылей, с другой стороны, можете обратиться к сторонним хабам, например, запрограммировать Raspberry Pi на Home Assist, или купить решение более-менее подходящее под ключ вроде «Спрутхаб». И если вы думаете, что там не будет проблем, то вы очень сильно ошибаетесь. Об этом поговорим в следующих грядущих видеороликах по «Умному дому», и подробно разберем, что и как, в принципе, там работает. Так что пока «Умный дом» — это крутая штука при грамотном подходе. То есть сначала ставится, осуществляется постановка вопроса, что вы хотите цифровизовать. Допустим, хочу, чтобы шторы сами открывались, чтобы краны сами перекрывались в случае протечки, или, например, хочу увидеть, кто ко мне позвонил в звонок. А уже затем покупаете те или иные устройства. И исходя из потребностей, выбирайте тот или иной бренд, который максимально может покрыть ваши нужды. А на этом все. Буду надеяться, что вам этот видеоролик понравился, и он оказался для вас полезным. Обязательно пишите в комментариях свои мысли по этому поводу, какой у вас есть «Умный дом», на каких компонентах вы его собирали, и свой пользовательский опыт использования с достоинствами и недостатками, также там пишите. С вами был Вадим Ищенко на YouTube-канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видеороликах. Разумеется, если подпишетесь на канал. Пока-пока.